Утро страны! На телерадиоканале «Страна ФМ» На телерадиоканале «Страна ФМ», друзья, 10.05 в Москве. Валерий Майоров, я Влад Кутузов, всем доброго утра, ну и как мы обещали, у нас сегодня замечательный гость! Да я его воздухом в грудь! Джаст Диас Оргенстр! Дарья Лиман, Вадим Зайдин у нас в студии, ребята, очень рады вас видеть. Самый главный повод-то какой хороший. Старый Новый год, ну кто как, кто опять салаты нарежет, а кто пойдет растрясать уже все вот это вот на ваш юбилейный концерт? Ну, можно сказать, что юбилейный. Можно. Практически почти. А 14? 14. Ну, паспорт выдают, значит, юбилейный. Ну, кстати, да, да. Хороший год. В 14 лет уже там вообще все по себе. А давайте прямо с него и начнем. С паспорта? Нет, нет, с концерта. А потом и мы их закончим. Хорошо, то есть сказать, где, когда? Да, да, давайте все знали. И что будет? 13 января, да, в 16 тонн. Нам будет 14 лет, столько чисел сразу. И в 20.00. 20.00, не перепутать все это. Мы будем отмечать, по традиции, в 16 тонн отмечаем ежегодно свой день рождения. Большим концертом с приглашенными гостями. С тортиком. С танцами, с тортиком, конечно, да. С тортиком. С песнями, с танцами, с плясками. Нет, вот ты говоришь, тортик, это как будто маленький, а там же будет тортище. Да, обычно на всех хватает, кто приходит в клуб, всем хватает. Ну, слушайте, ну, здорово. Ребят, всех вас приглашаем туда, обязательно приходите. Есть тортик? Есть тортик. Слушайте замечательную музыку, потому что я вот в тот раз была, я поскромничала, причем Даша мне говорит, что ты не подошла. Я поскромничала, я вся в восторгах была. Я вам хочу сказать, что никто никогда не исполнял так в опале «Березка» стояла, как это делает Даша вот в джазовой обработке. Это совершенно другая песня. Это вот, ну, я честно вам скажу, ну, джазовая музыка, это интеллектуальная музыка, я далека от интеллектуальной. Но меня поразило, то есть вот эти вот вокальные всякие штуки, ну, вот что-то в этом такое грандиозное есть. Спасибо большое, мы стараемся. Слушайте, а концерт в каком виде будет? Это вот ансамбль полностью ваш, да? Да, полностью. Электричество, так называемое, да? Электричество будет, да, естественно. Свет, 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 четыре. Четыре будет? Четыре будет, да. Четыре, 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 четыре. Четыре, 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 четыре. Иногда гитара будет подключаться еще электрическая. А сколько по времени все это идет примерно? Часа полтора, два. Ну, и нужно сказать... На поедании торта еще полчасика. Да, за дёртым. Это для Майоровой очень важный момент. Конечно, для Майоровой торт. Исключительно. Нет, ну, нет, я люблю, как Даша поет, я буду есть и слушать. Я просто хотела сказать, что тут нужно заострить внимание, что будут как ваши песни, да, вашего собственного сочинения и воспроизводства, так и каверы на крутые и известные треки. Наши, ну, не знаю, будут наши, спеем. Не знаю, посмотрим. Еще два дня. Мне кажется, в случае, ребята, понятие «наши» и «ваши» — это размытый очень, потому что любой кавер, он уже становится, понимаешь, как авторское исполнение, потому что, ну, по-другому так никто не делает. Ну, вот даже вот сейчас в начале, вот «Happy New Year» — это уже прям... По-другому так никто не делает. Ну, наверное, да. Никто другой не делает так, я хотел сказать. Никто как-то не говорит. Никто не говорит. А, итак, ребята, 8-909-928-1-89-9, ватсап, вайбер, смс-сообщение. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, обязательно их задавайте. Можете просто восторгами осыпать. Мне кажется, приятно. Мы не против. Да, только «за». Ну и, конечно же, vk.com slash страна.fm, наша группа ВКонтакте. Да, там есть специальные посты. И там в комментах тоже можете писать свои благодарности. Да-да-да-да-да. Даша уже там сердечко нам поставила. Спасибо, да, мы его тоже лайкнули. Ну что, прервемся и вернемся к вам, друзья, очень скоро. Будьте здесь. С оркестром всегда рады вас видеть. Ну, мы уже поговорили о том, что у вас 13-го концерт. А сейчас мы, знаете, о чем хотим поговорить? Как вы новогодние празднички-то провели? Что делали? Может, даже расскажешь, где ты Новый год встретила? На даче. На даче? Я слышал другую версию, но ладно. Нет, ну, сам прям... У одного человека есть в реальности три разных версии? Нет, на самом деле, сам прям 12-00. На любой курантов я слушала гимн Российской Федерации в метро. О, замечательно. Да, прям в метро пела. Тогда, Даша, скажи, это была целенаправленная акция? На кольцевой немножко закольцевалась там. Она немножко опоздала, я так понимаю. Ну, мы просто работали, отмечали с народом Новый год, как бы, чуть-чуть, чуть-чуть раньше, чем он наступил. Мы уже всех поздравляли. И после этого я уже бежала быстрее-быстрее к своим друзьям и родным уже с ними отличать. И поэтому так получилось, что в метро самый канун... Стремилась встретить в метро именно. Ну, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Слушайте, ребята, я хочу обратиться. Если вы в метро вот ехали 31-й, и Даша лично для вас исполняла гимн Российской Федерации, откликнитесь. Как это было? 8-909-928-189. Я просто хочу, чтобы человек говорит, я ехал, опаздывал, тут раз, и такой вокал, такой накал. Слушайте, у меня такой немножко приземленный вопрос, мне стало интересно. Вот, как выяснили, вот эти очередные длинные выходные новогодние, люди в очередной раз разделились на две категории. Первые говорят, круто, вообще 10 дней, огонь, прям давайте больше. Вторая половина говорит, что-то, ребята, как-то уже третьего надо начинать работать, потому что всего этого слишком много, и деньги тратишь на семью, на детей, и все это, откуда отходить. Куда-то водить, в общем, вы-то к этому как относитесь. Ну мы как, мы уже первого стали работать. Ага. Вообще. То есть вопрос... Полдня поспали, и все, и сразу на работу. Вопрос, сколько килограммов плюсом, это не к вам. Не, абсолютно. Как-то я не подумал, что артисты это третья категория людей, которые совершенно иначе относятся к к вам. Так, а первого числа куда вы пошли работать? Кто вообще был в сознании? На Тверскую. Туда же, с народом проводили мы время. В метро. Сначала в метро, потом на Тверской там прям было гуляние. Концерт, что-то в Рождество, фестиваль там. Да, 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 да. Путешествие в Рождество. Путешествие в Рождество было, фестиваль там. А, и прям на улице вы были? Да, прям на улице. А температура какая была? Ну, приемлемая. 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 Я насколько знаю, что вообще связки их же надо беречь, там на морозе вообще не... Связки, ладно, это ничего, можно... А вот духовые инструменты просто замерзают. Ах, ну, понятно. Ах, так, да? А ты тут подумаешь, связки, что там, духовые инструменты... Понимаешь, связки, они спрятаны все-таки в углубине рождения. А руки, губы, они... А тут железные инструменты, мороз, и все, и все, и не работает. Примерзло, и все. И все, и не работает. И там... Что хочешь делать? Не отогреешься. Так, это был первого числа, а потом? Потом куда вы пошли в массу? Потом второго, что было второго? Уже никто и не помнит. А вы знаете, по-моему, не работали. У нас половина теления не помнят даже первого, что было. А вы помните, это уже хорошо. Нет, я просто, я же слежу за Инстаграмом Дашей, и там была такая ситуация у вас, что вас пригласили на первый канал, да? То есть там прямой эфир, и раз и что-то не работало. Ну, да. Но это не мы, это не мы. Мы, как всегда, отрабатывали. То есть вы там раз-раз не работаете, вы на ложках, ладошами, импровизацией, и все это вы примете. Ну, что смогли, как смогли, вот. Ну, конечно, хотелось бы другой ситуации, более приятной. Давайте в конце концов говорить о том, что работаете прекрасно. Телерадиоканал «Страна IFM». Что вы? Все говорили, показывали прекрасно. Здесь вот играли когда, и все нормально. Все было хорошо. Они у нас в концертном зале принимали участие. Да, я в принципе, зачем ты мне об этом рассказываешь? Ну, я думаю, вдруг ты не знаешь, мало ли. Мало ли, вдруг ты ничего не знаешь. Ну, на самом деле, разные бывают ситуации, и мы, как бы... Иногда работает. Иногда все работает. Бывает все, что исчезает. Ну, атисты, ясно, и такие люди, которые готовы абсолютно ко всему. Мы готовы. Но не хотели бы быть к этому готовы, если честно. А есть, наоборот, артисты, которые разворачиваются и говорят, я не могу работать в таких условиях, и уходят. Ага, ну, да. Ну, вот у них потом работы и нет. Ну, вот в последнее время какие композиции, допустим, вот каверы, на каких исполнителей появились у вас в репертуаре? Вот самые последние, над чем вы работали? Мы как бы не то, чтобы из новенького взяли. Мы взяли из старенького и сделали для себя новеньким это. Вот у Лорин есть песня «Euphoria». Да, 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 да. Вот ее мы сделали. Да, 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 ну мы берем просто песни, берем, берем, берем. У тебя песок цепится там, что ли? Там все хорошо. Там правильный песок. Вот. И как бы когда-то получается, когда-то мы откладываем песни на потом. Возможно, они потом заиграют с новой силой. Но вот пока что мы несколько песен сделали, вот одна из них была. А вот вам будет... А, да, точно, еще «Wrecking Ball», знаете, «Майли Сайрус». Ух ты, вот это вот, когда она летает. Вот это, на шаре. А ты не будешь летать там на шаре, нет? Это было бы слишком. Ну, так, ну... Ну, точно, может быть, и буду летать, но одетой. Одетой, вот скромно как одетой. Слушайте, а вот «Майли Сайрус», я помню, песню просто хорошо, ее переложили в джазовую такую обработчику, да? Потому что она же такая достаточно мощная там припевет. Слушайте, ну вот все самые крутые у вас звучат. Это «Ларин», «Майли Сайрус», а вот Ольги Бузовой нет пока еще в вашем репертуаре. Сори, конечно, случайно вырвался. Да, ну что. Этой всенародной любимицы пока у нас в репертуаре нет. Но, но! Я слежу за Инстаграмом Дарьи, я слежу за Инстаграмом. Даша, мы все видели. Там очень классный, интересный Инстаграм. Я люблю пустевать людей. Но она просто берет и делает каверы интересные совершенно. Я просто к тому, что я когда слушала в исполнении Ольги Бузовой, я даже не задумалась, насколько глубокий драматический текст в этой песне заложен. Да, Ольга Бузова, посмотрите, вот нужно такую еще аранжировочку вам. А давайте вот прямо сейчас пользуемся, так сказать, на всю страну. Ну, окопыльно, но тем не менее исполним хит-парад, допустим. Ну вот типа ты сейчас в Инстаграме. И типа у тебя два человека, которые будут песок сыпать с двух сторон. Давайте попробуем, но не будем сильно драматично, да, заморачиваться. Лёгенько верят, лайковый такой. Я попробую. Ты не попал, хит-парад моих мыслей. Не присылай, больше мне свои письма. Ты не попал, хит-парад моих мыслей. О, слышишь, Амур? Тебе что-то не нравится, но мне какая разница. Весь мною не полюбится, как не крути, дорогой. Ты не попал, ты не попал, хит-парад моих мыслей. Не присылай мне свои письма. Ты не попал, не попал, не попал. Хит-парад моих мыслей. Слышишь, Амур? Слышишь, Амур? Очень хорошо было. А заметьте, какая потрясающая была аранжировка. Амурсация. А заметьте, амурсация. Как Дарья вот заменила слово там хорошо тоже. Ну от этого оно как-то вот все интеллигентнее стало. И ребятам надо брать, надо брать и исполнять. Это же круто. Хорошо. Я просто не знал, что такие есть жемчужины в нашей популярной музыке. Драматичные. Даршечка, скажи, пожалуйста, а есть какие-то вот песни, которые у тебя в принципе не могут получиться? Я понимаю, что тот вариант, который сейчас будет не самый сложный там для тебя. Она в тот раз гуфая пела? Да, я помню. Да нет, я думаю, нет таких. То есть ты вообще все можешь слить? Ну если я песню знаю немножко, то я могу другую мелодию спеть и по-другому ее как-то услышать могу. Почему нет? Слушай, ну круто. Да, у меня вон здесь уже задел на будущее. Надо подготовиться пусть заранее, взять какую-нибудь еще песню. Какую-нибудь, которую очень сложно исполнить, да? Ну такую, низкую какую-нибудь, да? А мы ее повысим. Да, да. То есть не заморачивайся. Нет, конечно, можно и заморочиться. Слушайте, у нас небольшой перерыв прямо сейчас. Друзья, будьте здесь со стороны ФМ, очень скоро мы вновь к вам вернемся. Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. Ух, какое утро сегодня на телерадиоканале Страна ФМ. Для тех, кто к нам только что присоединился, я напоминаю, что в гостях у нас джаз-дэнс-оркестра. И кто не только что присоединился, они уже слышали, как вот этот вот прокачанный такой нерв у нас был сейчас в эфире, когда Дарья Лиман, солистка группы, исполняла песню Ольги Бузовой, и как заиграла эта песня новыми красными. Так вот, ребята, я все к чему. Вот сейчас люди услышали, загорелись, хотят попасть на концерт, надо их как-то вот еще приглашать, приглашать, и к тому же рассказать, что гостей у вас там будет полным-полном. Да, гостей будет целый зал. На тортик-то, на тортик-то. А на сцену-то выпустим тебя кого-нибудь? Выпустим, да, несколько человек будут и на сцене петь, и играть, наверное, да? Ты кого пригласила? Я пригласила свою ученицу. Да, ей сейчас не буду врать сколько лет, точно. Не буду врать, она у меня достаточно маленькая еще. Вот, она озвучивает Машу в мультике «Маши и медведи». Да ты что? Да. А Даша озвучивает медведя. Нет, я чуть не поверила сейчас. Нет, правильно не поверила, я не озвучила медведя, но вот такой вот хотим эксперимент проделать. Девочка, она у меня уже звездная такая, выступает все время, и поэтому мы решили вот с коллективом, с таким она еще не пробовала. То есть, подожди, она не в качестве зрителя, она выйдет на сцену и будет петь, да, тоже? Да, на сцену будет петь, да, будет как раз петь песенку и одну из мультика, и один джазовый стандарт, скорее всего. Одна или с тобой вместе? Вот джазовый стандарт, наверное, вместе. Мы еще не решили точно, но пусть это будет секретом, посмотрим. Ну, опять же, праздничный тортик. Кстати, огромное количество детей, да, на ваших выступлениях, то есть прям приходят, дети прям колбасятся там, да. С колясками мамы приходят. Я просто к тому, что, ну, необычный вот формат, вроде бы, как клубы, да, 16-го, ну, а там прям... А все, насчет детей, я не знаю, там пришло бы прямо дети. Нет, были дети, были, я вот видела, да, где-то 6-9 лет вот такие, да, бегали по залу вместе с родителями, так что... Валерия, вы точно были на том концерте? Я на том концерте была, я у меня даже... Не перепутали ли вы клубы? Елка в Кремле, может быть, да? Нет, вот на елку в Кремле меня ни разу не пустили, а зря, между прочим, я считаю. Я вот хотя бы как зайчиком туда надо проникнуть. Это надо через ГИТИС, наверное, они там все тренируются на елочках. Ну, да. Да, артисты. Ну, через ГИТИС, ГИТИС меня тоже не пускают, я бы там не прикидывалась. Ладно. Так, а второй гость, ну, из тех, которые уже точно подтвердены. Третий, четвертый будет, а второй будет Дмитрий Хмелев, такой гитарист и исполнитель песен. Очень хорошие песни у него. Он на шансон, по-моему, на радио шансон где-то он, вот, в таких вот средах он появляется. Но песни у него абсолютно достойные. То есть не какие-то там полутюрельные. Ну, бардовые? Да, такие бардовые, но с составом. Ну, он и под гитару играет, под две гитары и составом. Но у него будет отдельный, скажем так, сет небольшой, да? Или он к вам присоединится тоже? Ну, слияние. К нам присоединится, присоединится. То есть вы... Мы присоединим к нам, и мы присоедимся к нему. И вы его приджазуете? Не думаю, не знаю. Не знаю, не знаю, как получится. Ну, у него песня... Я просто не знаю, имеет ли смысл вот его песни переделать. Ну, очень хорошие песни. Мелодичные. И стихи там хорошие. Прямо даже рука не поднимается. Слушайте, Вадим, Даша, ну вот до концерта остается... Сегодня у нас четверг, пятница. Ну, фактически два дня, да? Остается двое... Все уже прям вот сто процентов готово? Или есть какие-то мелочи, которые надо еще там подшлифовать чуть-чуть-чуть? Да, Даша, нужно шлифовать еще. Да. Вадима тоже надо подучить там какое-то что. Я не сразу вспомнила про, вот, знаешь, на утро после Нового года, чем шлифует. Вот и Даша надо... Не-не, ты абсолютно размечиваешь. Марина, новогодний праздник уже закончится, о чем ты говоришь? Там как раз Новый год с 13 на 14. Даша отшлифует и пойдет. Для артистов и суббота рабочий день. Ну ладно, ну... А уж для наших гостей абсолютно точно. Это скучно с тобой. Ты понимаешь, вот как бы... Со мной в Новый год было весело. Даша, я практически приняла на сто процентов, что так и надо сделать. Так, так репетиция-то будет у вас какая-то генеральная? Будет, да, репетиция. Репетиция, прогон, саундчек, снова репетиции. И потом только, наверное... И потом только какой-то маленький перекус и концерт. Ну саундчек это уже в клубе, да, там за несколько часов, да, уже? Да, да. Как вы серьезно подходите ко всему клубу? А как же? А как же, сказал я, не имея к этому никакого отношения. Нет, я просто к тому, что у Даши, у нее такая вот способность к импровизации, я никогда ни у кого такого вот не видела. И все равно так репетирую. Слушайте, давайте привемся на песню. Она не хочет, это просто я ее заставляю. Друзья, будьте здесь, скоро вернемся, продолжим наш разговор. И вот это вот джаз-дэнс-оркестра у нас в студии. Люди, товарищи, граждане, 14 лет исполняется в вашей группе в эту субботу. И давайте прямо сейчас вот так вот по местам славы пройдемся. Самые главные награды, самые яркие площадки, которые вы за это время успели охватить и, так сказать, блеснуть. Валерия любит задавать простые и удобные вопросы. Так, награды. Ну, в клубах награды не дают, на корпоративах тоже, по-моему. Признание зрителя, аплодисменты, улыбки. Ну, это самая высшая награда, скажем так. На корпоративе надо давать не побили, уже хорошо, я вот так считаю. Ну, нет, нас нет, нет. Мы как-то так. А я в порядке в корпоративе. Что-то какое-то неинтересное интервью себе. И Гутузов не побили, и хорошо, я считаю так. Так, ну, в общем-то, я просто хотела бы так... Что я хотела? Я хотела спросить. Смотрите, вот 14 лет, да? Ну, почти юбилей, да? 14 лет люди получают паспорт, да, сейчас уже. Это для вас все-таки вот большой срок? И уже так вот оглядываешься назад и говоришь, ну, мы уже вот прям... Ты думаешь, больше к Вадиму. К Вадиму, наверное, уже. Да, уже 14 лет, это что-то произошло уже. Я уже очень серьезный человек. Либо ты думаешь, что, ну, 14 вообще ни о чем. Еще два раза по столько же, а то и 3, и 4, и да, да, и 5. Ну, вообще, и так, и так, потому что, как бы, ясельки, детский сад уже позади. Начальная школа тоже. Так что, ну, как, что-то уже за плечами есть. Ну, так, по идее, средняя школа закончилась, мне кажется. Я не могу так высчитывать, извините. Нет, 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 еще нет. Лет в 16 закончилось. Лет в 16? Да. Ну, чуть-чуть осталось. В общем, мы растем. Пару годиков, и можно целоваться. Вот так вот, да? Ну, вы планируете двигаться именно в этом направлении? Или есть какие-то у вас мысли на какие-то другие эксперименты? Хотя вы и так экспериментаторы, конечно, по сути. Ну, я толкаю Вадима на всякие там эксперименты. Может быть, в будущем мы что-нибудь возьмем еще и на русском языке. На русском? Ну, есть, есть, есть. У нас, на самом деле, давно уже у нас есть, и Алла Борисовна у нас есть в репертуаре. Просто и Лайма Вайкуле. И просто, ну, как-то вот все... Из бывалых. Из бывалых, да. Просто у нас так все... Привыкли вот нас слышать или русские народные, или западная какая-то поп-музыка. И как-то вот мы все вот это вот... А вот все никак не дойдем. Ну, мы, кстати, будем, наверное, Алла Борисовна эту песню исполнять на этом концерте. Ну, если... Ну, если ты выучишь, да? Не зря я позвал на репетицию, да, чтобы... А мы не можем сказать, какая именно песня? Можем. Можем, да. Какая? Говори. Говорить. Можем, да, да. Говорить. Маэстро есть такая. Раймэнда Хаусс. Да, да, да. У меня, кстати, на самом деле с этой песней много связано. У всей страны связано. С страны FM тоже. А что у тебя связано? Ну-ка, расскажи. Ой, ну у меня в детстве просто... Мы слушали вообще Аллу Борисовну ее раннее творчество. И эта песня как-то, не знаю, для меня была как ассоциация просто с каким-то стремлением вперед, стремлением на сцене. Действительно, вы в восьмом ряду увидите меня, мой маэстро. А потом она пела маэстро, то есть она поменялись с маэстро местами. А ты вот это вот умеешь, вот это хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это что это? Из-за Аликина? Я не плохо получаю, потому что я не умею. Да, это из-за Аликина, наверное. Ну-да. Как же я поняла? Даша меня понимает, все нормально. Не все поняли о чем речь. В принципе, большая часть аудитории никогда не понимает, о чем я говорю. Валерия, есть тебе большая проблема, даже коллективная. Ты, пожалуйста, не пой никогда. Не могу тебе так. Есть кому петь. У меня душа поет. Слушайте, а они кричат вам такой вот, мурку давай. О, кричат. Это мне кажется, всем кричат. Ну не мурку. Давай вот это, ну давай вот это что-нибудь. А вот, кстати, вопрос. А есть песни, которые вы никогда не станете? Может, даже не называть. Есть такая сила? Ну не знаю, может, чернуху какую-нибудь там. Да, не знаю, что. Когда совсем жесть такая-то, да? Прям уж совсем там, да, жесть-жесть. Да вообще мы, на самом деле, как бы-то не приходилось нам исполнять что-то. Ну как Даша может исполнять вот что-то такое там? Голы белетят над нашей зоной. Ну Даша может? Это же не чернуха. Слушайте, по поводу новой пластинки. Альбом. А я по старинке как-то, да? Или новой флешки. Как это называете, я не знаю. Виниловые. Да, да, да. Нового альбома. Будет у нас альбом запланирован, наверное, через полгодика примерно, где-то так. Точную дату пока сказать не можем, но... Практически он готов. Он готов, там нужно детали всякие доделать, чтобы это было... Отполировать. 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 Ну то есть все записано, вокал, все инструментальные дорожки, все уже есть, да? Все есть. Я отслушаю, как там Даша. Может быть, да, еще полгодика, подучиться еще. А вот сколько дублей примерно делаете при записи каждой песни? Вот вы знаете, это как с покупкой ювелирного изделия. Вот поешь, да, не так кажется. Вот приходишь в магазин, смотришь, красивое кольцо, начинаешь перебирать, а может я найду что-то лучшее, и в итоге покупаешь вот это первое, которое тебе понравилось больше всего. Вот так же и с записью. Так же и с записью, но совсем не так. Не так. Абсолютно не так. А сейчас версия Вадима, пожалуйста. Вот ты приходишь в ювелирный, смотришь, красивое кольцо, идешь дальше, а там еще красивее, а дальше еще красивее, а потом смотришь на цену и уходишь. За кошельком домой. Вот разве ты, что человек ходит за ювелирными украшениями сам. Слушай, а бывает такое все-таки, когда вечером записали, все прям вот вообще супер. Утром приходите на студию на следующий день. Именно так и бывает. Ё-моё, это что это вообще такое? Потому что слух, он замыливается. Замыливается, надо какое-то время дать отдохнуть ему и потом отлежаться, отоспаться. А, кстати, это правда, что действительно, как ты говорил уже, но тем не менее, первые дубли, они, как правило, все равно получаются лучше, чем мне? Когда как, но они свежие какие-то, да. Но бывает, что их берем, ну прям не самый первый, скажем так, он как бы распевочный такой, пробный. Но там третий, четвертый дубль, возможно, но бывает много дублей прям, потому что часто меня что-то не устраивает, потом где-то что-то, ребят, которые там сидят за этой ширмой волшебной, их что-то не устраивает. Чаще всего так и бывает. Да, Даша, все нравится, все хорошо. Неправда, это все. Слушайте, альбом практически готов, а клип-то снимать будете на что-нибудь? Конечно, да. Где Даша красивая и вся такая... Ну не знаю, смотрю... Нет, я... Что? По сюжету, по сюжету, знаешь, как вот актер-миллиард, да, все время играл Бабы-ягу обычно. Это на что намек-то? Нет, я просто что... На что это намек-то? Нет, наоборот, он зато стал всероссийской Бабой-ягой и очень известным. Ну я в хорошем смысле, да? Вадим, бегите, бегите, не получается выровнять ситуацию. Бегите в ювелирный. Будет, будет клип, мы еще пока решаем на какую песню, альбом будет лаунжевый, такой расслабляющий. Ну это на новую песню, которая войдет в альбом, да, соответственно? Да, 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 да. И вот мы думаем, есть у нас пару идей таких, таких романтичных, рансичных. Ну будем ждать. В общем, как появится, обязательно мы по этому поводу соберемся и как-то это отметим, все, здесь у нас, конечно. Так, значит, альбом скоро, клип скоро, ну и, скорее всего, естественно, ваш концерт. Еще скорее, да. Давайте еще раз торжественно всех на него позовем и тортом заманивайте. Да, тортом. Торт. Будет торт, да, раздаваться. Да, друзья, 13 января в эту субботу уже в 16 тоннах мы всех ждем на своем 14 днем рождения в 20.00. Будем танцевать, петь, вот просто до упаду. И закусывать танцы. Вадим будет петь, так будет утанцевать, просто тверкать. Ну ладно, женщина. Все, веселое. Значит, Вадим будет тверкать, ничего не знает. Вот. Так что приходите, очень всех ждем. Тортик опять-таки. Ты мне мстишь за Боба-Ягу, что ли, да? Конечно. Мы думали. Слушайте, ну что, собираемся все на концерте. Уже послезавтра в эту субботу в клубе 16 тонн. Just Dance Orchestra. Вадим, Даша, большое спасибо. Приходите еще. Огромное спасибо. Ждем вас снова в нашей студии. Хорошего вам дня и классного концерта. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо, пока. Утро страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ».